Я календарь переверну и снова 3 сентября. Всем привет! И это очередной обзор моих покупок в российских интернет-магазинах. Я предполагаю, что сегодняшний обзор будет ну очень большой, просто огромный. Ну, мне так кажется. Поговорим о всяком разном, но обо всём по порядку. И, как обычно, по традиции, начинаю я с того, что не забывайте ставить лайки, грозные дизлайки, а также писать ваши самые добрые комментарии на всём Ютьюбе. Итак, поехали! И сегодня первый товар у меня будет, который приехал с Алиэкспресса. Так как на Алиэкспрессе я сейчас заказываю крайне мало, а товар очень хороший, поэтому я решила его показать в этом обзоре. И это замечательная, прекрасная, волшебная бижутерия с Алиэкспресс. Это вот такие вот замечательные серёжки. Я их уже показывала в одном из своих коротеньких видео-шорс, но решила показать ещё раз, потому что пока приедут товары с Алиэкспресса, там и цена может поменяться, и всё что угодно. Лично от себя могу сказать, что мне эти серьги безумно понравились. Я понимаю, что о вкусах не спорят. У всех разные вкусы. Мне эти серьги очень понравились. Я могу сказать больше. Я бы очень хотела, чтобы у меня были точно такие же серьги, но уже из настоящего золота. Вот до такой степени мне понравилась вот эта модель серёжек. Выполнены они великолепно. Я очень не люблю такое выражение, как ювелирная бижутерия. Для меня не существует этого понятия. Для меня есть понятие бижутерия и понятие ювелирные изделия. Это разные вещи. Но, тем не менее, качество исполнения этих серёжек на ювелирном уровне. Это просто вау! Покрытие здесь просто шикарное. Стоят они всего-навсего 250 рублей. Сейчас ещё вот так вот покажу. Посмотрите, какая здесь отполированная, отполированная изнанка. Камни здесь вставлены. Это кубические цирконы. Значит, на тыльной стороне самого английского замочка есть там какая-то надпись что-то типа 585 там типа РГ, типа российское золото. Так, сейчас камера сфокусируется, видно, да? Вот они настолько хорошо сделаны, эти серьги. Вот эти вот шарики. Сейчас я прям пинцет... Я даже не хочу, чтобы мои ногти тут как-то привлекали внимание. Вот прям пинцетом возьму. Значит, сам вот этот штифт с серёжки. Как он обработан, как он сделан. Значит, вот эти вот шарики. Сейчас вот так вот этой стороной переверну. Посмотрите, как они припаяны. Как они припаяны. Это вообще... Это реально уровень ювелирного изделия. Камни, естественно, все вставлены. Это что-то. Это серёжки просто бомбические. Сейчас кто-нибудь скажет, что это реклама. Девчонки, вот от всей души, честное слово, мне серьги очень понравились. Я, если честно, даже думаю купить вторую пару, потому что, вы знаете, у меня есть такая... Есть такой бзик. Если мне что-то нравится, я могу купить этого товара две штуки. Тем более, что цена вполне себе приемлемая. Так, что-то фокус у меня не хочет фокусироваться. В общем, серёжки очень красивые. Если кто-то брал, если кто-то брал вместе со мной в группе, когда брали, я ссылку закидывала. Это группа у меня покупки в Китае. Напишите, как вам такие серёжки. Качество обалденное. Всё. Дальше поехали по российским интернет-магазинам. Что-то покажу достаточно быстро. На Азоне была взята вот такая вот кисточка малярная. А для чего она была взята? Она была взята, девочки, всего-навсего. Для того, чтобы красить волосы. Вот, понимаете, вот такая кисточка гораздо удобнее. Вообще были заказаны три кисточки аж за 122 рубля, но три штуки. Они ехали настолько долго на Балбересе, что пришлось отменить доставку и заказать вот эту вот одну кисточку на Азоне. Стоила она что-то там 130 рублей, что-то в этом районе. Тут натуральная как бы типа щетинка. В чём фишка этой кисточки? Я очень хочу внимательно обратить внимание на что. Девочки, если кому-то эта идея понравилась, купить вот такую кисточку, чтобы красить волосы, обратите внимание, у неё вот эта вот держалка для самого ворса, она пластиковая. Ни в коем случае для окрашивания волос не берите вот такой вот металлический зажим щетины. Какая может быть реакция у краски? Вот с металлом неизвестно. Ни в коем случае, если вдруг будете брать для окрашивания волос вот такие малярные какие-нибудь кисточки, обязательно смотрите, чтобы держатель щетины был из пластика. Это очень-очень важно. Никакого металла. Ну и в принципе больше тут говорить не о чем. Ну кисточка, кисточка, мне так удобно. На Валбересе была куплена вот такая вот типа монетка на счастье, на удачу. Вот такая вот маргарита. С обратной стороны, почему-то иностранные деньги. Но тем не менее, значит, притягиваю деньги на богатство. Вместе с этой монеткой был вот такой вот еще подарочный кулончик. Божья коровка. Улети на небко. Там твои детки кушают котлетки. Кто еще знает продолжение этой считалочки, пишите в комментариях, если не знаете, что писать. 58 рублей. 58 рублей стоила такая монетка на удачу. Я в группу закинула ссылочку. Группа, которая называется «Фиолетовое чудо. Покупки в интернет-магазинах». Не все имена по 58 рублей. Вот есть по очень высокой цене. Но есть там, допустим, Анатолий, по-моему, Алина. Там еще какие-то имена по 58 рублей. За такую монетку, да еще вот с таким подарочком-кулончиком. Так что, если кому-то что-то подобное надо, дерзайте. Значится, на Озоне или на Валбересе, даже уже не помню, по-моему, на Озоне, были куплены вот эти ватные диски, за которыми я гоняюсь везде по всем магазинам. Не именно за этими, а главное, чтобы они были овальные. Овальные диски, они гораздо больше обычных, привычных нам круглых дисков. Вот для тех, кто не в курсе, для сравнения, вот такой вот овальный диск. Вот он. Так. И обычный круглый диск. Видите, насколько он больше? Мне удобнее пользоваться именно вот такими овальными дисками. Они есть у разных производителей. В интернет-магазинах цена космос. Вот эти вот диски мне обошлись. По-моему, там что-то выходило что-то по 80 рублей за пачку. Три пачки я брала 270 рублей. Вот. Всё. Я там взяла, там больше нет. Сейчас заказала, значит, на Валбересе аж 12 пачек едут. 400 рублей упаковка, 6 штук. Солнце и Луна. Не знаю, что приедет. Я такими овальными дисками Солнца и Луна ещё ни разу не пользовалась. До этого я брала овальные диски просто в магнит-косметик. Они все куда-то исчезли. Они стоили сначала что-то там 32 рубля, потом они 40 рублей стоили, потом они что-то там по 58, по-моему, стали, а потом вообще пропали. Вот. Очень редко их завозят. Где-то, может быть, в больших городах проблемы нет. Вот у нас почему-то куда-то пропали все овальные диски. Я от этого страдаю. Я ещё иногда покупаю Солнце и Луна квадратные. Они вообще огромные, эти диски. Но они тоже стоят просто космических каких-то денег. При том, что это средство личной гигиены. Боже мой! Расходник! Цена такая, как будто бы вот вы обляпаете себе всё лицо этими дисками и будете неделю ходить. Ну, понимаете, да, о чём я говорю? Это, я считаю, что это очень завышенная цена. Дальше поехали. На Яндекс.Маркете. На Яндекс.Маркете была заказана очередная пачка чипсов. Нори. Чипсы Нори. В данном случае взяли, значит, со вкусом креветки. Вот такая вот тоненькая пачечка. В упаковке 10 штук. Значит, что и чего. Сейчас показываю. Я, по-моему, уже показывала, как они выглядят. Ещё раз покажу. Могу сказать одно, что на вкус никакой креветки там нет. Это вот такое вот. Значит, в прошлый раз там Татьяна спрашивала, сколько их штук. Сколько их штук. Я в прошлый раз 9 насчитала. Сейчас считаем все вместе. Раз. Вот такие, видите, пластиночки прозрачные. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Да. Девять штук вот этих вот чипсинок, которые сделаны из морских водорослей. Это, опять же, такая штука на любителя. Но нам очень нравится. Вот прям очень нравится. Мы прям любим эти чипсы прям с удовольствием. Я бы могла бы практически вот со стопроцентной такой уверенностью сказать, что это, пожалуй, одни из самых полезных чипсов, которые, в принципе, существуют в этом мире. То есть, это морская капусточка. Вкусненькая. Хрустященькая. Ау-ням-нямушка. Очень вкусные. Мы их очень-очень любим. Ну и сейчас еще немного о еде. О еде. Девочки и мальчики, дяденьки и тетеньки. Вы поймите одну единственную вещь, что я все покупаю за свой счет для себя. И обозреваю, опять же, высказываю свое личное мнение на тот или иной товар или продукт. Как я уже сказала в самом начале, о вкусах не спорят. Кому-то что-то нравится, кому-то что-то нет. Но, тем не менее, по поводу, опять же, кильки в томате. Раз банка. Два банка. Три. Четыре. Пять. Это то, что имеется сейчас в наличии у меня дома. Вся эта килька в томатном соусе в лоткон. Понимаете? Это никакая не реклама. Это все куплено за свои собственные деньги. Нам эта килька понравилась. Мне эта килька понравилась. Дочке эта килька понравилась. Мужу эта килька понравилась. Естественно, все это сделано на одном заводе. Многое зависит от партии. Я уже об этом рассказывала в том видео, где снимала сравнение трех килек в томатном соусе. И больше не буду возвращаться к этой кильке в томате. Я все время говорю, только вы решайте, что, где и когда вам покупать. Не хотите, не покупайте. Ради бога, это ваш выбор. Понимаете? Я лишь делюсь своими впечатлениями. И я могу сказать еще раз. Это вкусная килька. Это очень вкусная килька. И там не набита каша-малаша с мукой в перемешку какое-то месиво. А там кильки, там соус очень вкусный. И из этой кильки получается офигенный вкусный суп. Так, поехали дальше. Ну, а сейчас все то, что вы очень любите, девочки. Пастирушечки. Пастирушечки. В прошлый раз вот этим вот чудо-карандашом от Бренд Фри мы с вами, я с вами отстирывала вот это вот полотенце, на котором осталось одно пятно. И кто-то мне написал в комментарии, а что чудо-очиститель? А что чудо-очиститель? Ну, давайте посмотрим, как чудо-очиститель отмоет оставшееся пятно. Причем к нему добавилось еще вот здесь два пятна. И вот тут вот еще добавилось пятно. И более того, сегодня я вам расскажу секретик, как старое махровое полотенце сделать, ну, хотя бы немножечко помягче. И чтобы оно было не вот такое вот свалявшееся все, а чтобы все эти ворсиночки встали. Чтобы они поднялись, поднять ворсинки, расскажу вам как. Но вначале будем выводить вот эти вот все страшные пятна. И не только здесь. А еще у меня есть сюрпризики. Сюрпризики. Беленькие-беленькие капроновые колготочки. Это из серии то, что никто не может отстирать. Вы не поверите, но они уже постираны. Да, они уже постираны. Вот так вот они постираны. Прекрасно и замечательно. Вот как-то так. Сейчас посмотрим, как чудо-очиститель справится с этой проблемой. Надеюсь, что справится. Ну и по традиции, как это обычно у нас бывает, любимое мамино варенье. Любимое мамино варенье на блузочке. Ну, это ж надо так умудриться было. Это еще даже кружева вот тут вот заляпать. Но сейчас все попробуем отдать в руки чудо-очистителя. Посмотрим, как он с этим всем справится. Ну и все как обычно. Засыпаем и замачиваем. В розовом тазике будем стирать полотенчик. В желтеньком колготочке с бадлоночкой. И сюда же новый желтенький полотенчик. Он тоже уже грязненький. А тем временем колготочки с бадлоночкой вот так вот отстирываются. Ну что же, все как обычно. Ну, еще один новый полотенчик тоже уже подзаляпан. И вот туда же. Любимое мамино варенье уже отстиралось через полчаса. А вот колготочки еще нет. Надо им дать больше времени. Ну что же, посмотрим. Потому что отстирать капроновые колготки это задача практически невыполнимая. И вот что я вам скажу. В это невозможно поверить. Но колготки отстирались. Сейчас еще машинку поставлю на стирку. Буду стирать специальные сеточки для стирки. Я в шоке. Это фантастика. Ну что же, чудо-очиститель. Отстирал все пятна на полотенцах. А теперь будем загружать их в стиральную машину. И стирать так, чтобы они остались пушистыми и махровыми. Сейчас расскажу как. Итак, загружаем вот эти полотенца в стиральную машинку. Полотенец должно быть немного. Неполный барабан битком. Загрузили полотенчики. И прямо сюда, в барабан, кладем 3-4 столовые ложки обычной поваренной соли. Да, прям вот так вот. Обычную соль накладываем в барабан. Я положу 3 ложки. Этого будет вполне достаточно. Ну и теперь самый важный момент. Стирать махровые полотенца, чтобы они оставались пушистыми, лучше всего на температуре 30, максимум 40 градусов. Если у машинки есть возможность дополнительного полоскания, лучше его поставить. И отжим ставить не больше 800 оборотов. И ваши полотенчики будут пушистые. Сейчас все постирается, высохнет. И я вам все покажу. Итак, все посушено и выстирано. Бадлоночка беленькая. Так и хочется сказать, пушистенькая. Рукавчик, кружавчики. Все чистенькое. В первозданном виде. Просто дастишь-фантастишь. Чудеса, да и только. Но и это еще не все. Полотенчики. Посмотрите, какие они стали. Мягенькие. А? Ворсиночки все поднялись. По сравнению с тем, что было. А было приблизительно вот так вот, если вы забыли. Приблизительно было вот так вот. Так вот все это было свалявше. Вот так вот положено. Это вот застиранное махровое полотенце. И вот так вот прекрасно оно выглядит мягенькое после стирки моим способом. Ну, способ, конечно, не мой, но я его вам рассказала. Вот этот новый полотенчик тоже стал такой прям, ой, такой мягкучий. Прям ах. Ну и просто сегодня звезда сегодняшнего эксперимента. Это колготки. Девчонки, мамульки, бабульки, возрадуйтесь. Вы ж посмотрите. Вот поди сейчас. Угадай, где здесь перед на этих колготках, где здесь зад. До такой степени все прекрасно отстиралось. Я просто вау. Я обалдела. Вот это те самые колготки, которые уже были постираны. Понимаете? И вот они. Ммм? Это же чудо. Самое настоящее чудо. Я думала, они отстираются. Но хочу заметить, что отмокали они у меня целых три часа. Но зато какой результат. Так что чудо-очиститель радует бесконечно. Именно поэтому это моя самая любимая любимка и мой главный помощник в доме. Что касается чистки, мойки и стирки. Ну а теперь поехали дальше. Ну а дальше я купила себе новую разделочную доску. Да, Таня угадала. Это разделочная доска. Кто не понял, почему она угадала. Потому что я кусочек этой доски показывала в своих коротких видео. Вот такую вот замечательную, гладенькую, хорошенькую разделочную досочку я себе купила. Очень понравилась. Очень понравилась. И не думайте, что это опять какая-нибудь реклама. Вы же это любите, да, девочки и мальчики? Нет, это никакая не реклама. Вы же поймите одну единственную вещь, что любой блогер, он тоже человек. Ну что вы думаете? У блогера вот не может вот так вот взять вот и вот треснуть разделочная доска, да? Вот не может, нет? Вот то есть я себе ничего не покупаю, мне все так это падает с неба. Нет, покупаю. Долго искала, долго рыскала. Жалко, конечно, что она клеенная. Видите, вот из кусочков она склеенная. Лучше было бы, если бы была целиковая. Но смотрела по цене, смотрела, чтобы это все-таки было такое дерево-дерево, потому что вот этот вот бамбук, он уже, откровенно говоря, поднадоел. Вот так вот они все раскалываются, эти доски бамбуковые. Вот эта вот доска, я уже не знаю, какая за последние несколько лет. Наверное, не знаю, там третья, четвертая, пятая, двадцатая, ну не двадцатая, конечно. Ну, я так думаю, где-то доска пятая за последние несколько лет. И вот постоянно вот такая вот картина с ними происходит. Они трескаются пополам. Не знаю, как это прослужит. Но самое интересное, очень сильно повеселил меня производитель. Знаете, просто повеселил производитель. Так и хочется сказать, алло, ребята, у вас там все в порядке. Разделочная доска предполагает, что на ней будут что-то резать. Значит, основные правила ухода за посудой из натурального дерева. Производитель. Значит, не подвергать воздействию острыми предметами. То есть на этой доске можно резать, полагается, только тупыми ножами, что ли. Но вот как-то производитель, алло, алло, как-то вы определитесь, для чего вы доски продаете. Если они какие-то декоративные, ну тогда вы пишите, что они декоративные. И что ими нельзя пользоваться, что они предназначены только для подачи еды, допустим. Для сервировки стола. А то разделочная доска острыми предметами нельзя. Как это нельзя, когда очень даже она для этого и покупалась, собственно. Досочка понравилась. Вот, но все-таки буду еще искать, чтобы была из целикового куска дерева. Вот хочу себе найти. И мне надо, чтобы она была не очень толстая. Потому что обычно, если что-то такое вот уже прям целиковое, без всякой склейки, то там от двух сантиметров и больше толщина, мне такое на кухне не надо. А, кстати, я же вам не показала, что полотенце-то у меня отстиралось. Ага, оно же у меня отстиралось, все, никаких пятен-то тут нету. А то я вам показала, что оно стало пушистенькое, пушистенькое. Вот опять же, вот это, понимаете, вот тут вот мы стирали, да, вот тут вот все, все, нету никаких здесь пятнышек, ни с каких сторон, все оно пушистенькое, чистенькое, замечательное, прекрасное. и волшебное. Кстати, девчули, красотуль, если вдруг у кого-то не будут отстирываться колготочки или носочки, в первую очередь, я тут почитала просто отзывы, волосы-то у меня дыбом так подстали немножко, но иногда надо бороться с катышками, для этого есть вот такие вот агрегаты, они продаются повсеместно везде, где только можно, вот эти вот машинки от катышков. Ну и если пятнышки какие-то не отстирываются, берем обычное хозяйственное мыло, вот так вот натираем самые грязные места и опять чудо-очиститель опускаем, ну и если понадобится, даже на всю ночь. Опять же у производителя на пачке все написано, что, как, чего, что нельзя, что можно, все на пачке написано. Не надо обвинять блогеров, я просто начиталась там отзывы, ой, ну блогеры просто виноваты во всех смертных грехах, понимаете, вот поддалась я такая вот невиноватая я, это блогеры во всем виноваты, понимаете, да, если вдруг на улице гроза, это блогера вина, вот это вот все такое, вот, понимаете. Ну как обычно это бывает. Кстати, мальчики и девочки, сейчас я вам покажу все самое прекрасное и волшебное, что было приобретено, куплено и подарено мне за последние несколько дней. Ну, вы поняли, да, буквально вчера у меня была днюшка. Днюшка. Так что поздравляйте меня, поздравляйте, пишите мне самые добрые, самые сказочные, самые волшебные комментарии. Раз подарок. Два подарка поедет обратно на Озон. Вот такой вот подарок и еще один чудный подарок. Все это в сказочных волшебных коробочках. Сейчас вам по порядку все-все покажу. Кстати, вы тоже можете сделать мне маленький такой подарочек, отправив мне какую-нибудь маленькую денежку на мою карточку, номер которой есть под видео в инфобоксе. Итак, открываем первую коробочку. Вот в такой вот коробочке пришло что-то замечательное. Handmei. Вот так вот все это упаковано, запаковано. Это было еще так пленочкой обтянуто. Это у нас страна-изготовитель Китай. Статуэтка-канарейка. 14 сантиметров. Сейчас стоит дороже. Была дешевле. Вот такой вот здесь сказочный буклетик. Вот такой вот. Вау, здесь даже на русском языке что-то написано. Я только сейчас разглядела. Рекомендации по использованию. Рекомендации по использованию. Уходу. Вау, вау. Ну, нифига себе. На русском языке все. Вот это да. И вот такая вот птичка-канарейка. Фарфоровая. Вот такой вот, видите, подарочной упаковки. Здесь все вот так вот сделано. Показываю все, как есть. Тут какой-то есть штемпелек. И вот такая птичка. Замечательно. Такая вот голубая канарейка. Замечательно. Больше, конечно, какого-то соловья похоже. Но я посмотрела в интернете. Голубая канарейка существует. Вот такая вот прелесть. Карандашик какой-нибудь. Как она? Знаете, как раньше в магазине проверяли? Звенит. И никогда не могла понять, зачем эти тетеньки так делают. Ну, что-то они так делают. Вот такая, значит, птиченька. Раз. Ручная роспись. Так. Дальше. Вот это вот чудо поедет обратно. Так дайте я, как я вот это вот так положу. А то еще, не дай бог, бабахнется. Ой. Еще один кошмарик от Азона. В целом, если бы не цена, я бы оставила. Но цена там больше, что-то там, около 500 рублей. Вот такой вот мешутка. Прикольный, да? Очень прикольный. Ну, вот тут попа у него грязная. Это тоже очередная копилочка. Вот тут вот, видите? Вот так. Тут вот так. Вот такое вот лицо со шрамом. Тут, значит, в пятке дырдочка. Ну, и вот как-то, вот знаете, вот за ту цену, причем сейчас появился такой же мишка на Азоне, стоимостью больше 1000 рублей. Ну, в общем, я считаю, что просто продавец. А продавец у нас Simuland. Ну, Simuland известная, значит, у нас такая контора, где есть все на свете, куча всяких сувениров и подарков, очень сомнительного качества. Поэтому, как бы, имейте в виду. Ну, он, конечно, милота, но я его отправлю обратно. Если бы он стоил, как слоник, 150 рублей, который был в предыдущем обзоре, я бы его оставила. Люблю я вот такие няшки-вкусняшки. Ну, и теперь, чем ближе к концу обзора, тем вкуснее и краше будут у меня, значит, фигурки. Ну, вот посмотрите. Ну, какой подарок, да? Видите, как упаковано? Производитель. Мальчик, юный доктор. Господи боже мой. Смотрите, как оформлена коробка. Стоило что-то около 1000 рублей. Та-да-дам, тадам. Обожаю я эти фигурки. Вот дети, это моя любимая тема. Дети и какие-нибудь девушки, ну, или какие-нибудь животные. Вообще люблю очень еще кошек и собачек я. Вот такой здесь тоже красочный буклетик с тем, что можно еще найти в магазинах от производителя. Тут знаки Зодиака, значит, года. Тут дальше балеринки всякие. Значит, клоуны, опять же, детки. Вот такие вот барышни. Ну, тут, в общем, опять детки, всякие ангелочки. Волшебные такие фигурки, просто сказочные вот такие вот ангелочки. И у меня здесь мальчик, юный доктор. Опять же, ну, какая упаковка. Вот этот подарок. Вот этот подарок, так подарок. Значит, тут у нас стоит фирменный знак. И вот такая вот милота. А? Юный доктор. Слушает у мишки сердцебиение. Слушает. Ну, какой он замечательный. Этот мальчишка, это просто вау. Ну, скажите же, что он классный. Никакого изъяна. Сделан великолепно. Просто волшебно. Там еще есть мальчишки и девчонки. Я думаю, что в скором будущем они пополнят мою коллекцию. Пока что так. Потом на полочку поедет. Ну, и звезда у меня сегодняшнего обзора. В прошлый раз у нас был мальчишки-бальчиш с Мишуткой. А сегодня у нас девица-красавица. На Азоне. Такая девица-красавица стоит аж целых 7 тысяч рублей. Я когда увидела, мне поплохело. Была на Яндекс.Маркете. Я не успела ее заказать. Заказала на Валбересе. Тоже пальчики. Все. А личико. Посмотрите, какое у нее личико. Ой, ты ж моя красотулька. Посмотрите, какая это прелесть. Вот такая вот прелестница. Интересно, среди моих зрителей есть хоть кто-нибудь, кто собирает фарфоровые фигурки по какой-нибудь тематике? Потому что вот есть люди, которые собирают какую-то определенную тематику. Вот я очень люблю вот деток. Деток, каких-нибудь девушек, дам каких-нибудь с собачками. И люблю животных. Еще у меня есть немножко клоунов. Я как-нибудь покажу вам свою коллекцию. Я вообще, вы знаете, я очень люблю, очень люблю маленькие фигурки, которые прям на ладошке умещаются. Вот я прям пищу от радости, когда есть возможность что-нибудь такое вот купить. И причем такого достаточно хорошего качества. Кстати, из Китая мне вот едет несколько таких вот крохотульных фигурочек из керамики. Собственно, а на этом сегодня все. Ну, напишите хотя бы в комментариях, что вам сегодня понравилось из моих личных покупок. Вот, что, чтобы, может, вы хотели увидеть, но это не значит, что я это пойду покупать. Я еще посмотрю, а хочется ли мне это купить. Ну, а в целом, я сегодня с вами прощаюсь. Как обычно, всем желаю всего хорошего, мира и добра. И пока-пока.